Мама и я Мои дорогие, мои самые близкие люди, мама и папа Самых близких своих людей Нина Николаевна Караганова помнит хорошо, хотя последний раз видела их 78 лет назад Ее отец, военный инженер Николай Волков, в 1940 году получил назначение и привез жену с двумя детьми в Белорусский Гродно Там и застала их война Мне был шестой год, первый день войны Для меня память осталась на всю жизнь В 4 часа утра Раздались взрывы, грохот Мама нас взяла с братом и повела маму в межище И мы там сидели, подошли мы А потом, когда действительно, в городе были уже немцы Николай Волков и его жена Варвара Шапошникова уроженцы Чувашия Организаторы самого первого на оккупированной территории Советского Союза подпольного отряда О том, что успела группа дяди Коли за полгода, профессор Чувашского госуниверситета Владимир Васильев снял документальный фильм В нем собраны уникальные документы, интересные факты, воспоминания и отзывы жителей современного Гродно Где бережно хранят память о наших земляках А мы расскажем о том, какой запомнили войну их дочка, которая все 4 года провела на оккупированной территории Папа замечательно пел, играл на всех музыкальных инструментах А мама была замечательной женский врач Очень ее любили, уважали в городе Ну вот, такая у них страшная судьба Подполье заработала в Гродно уже в июле 1941 года Члены группы помогали советским военнопленным, находившимся в 8 концлагерях Евреям, согнанным в два городских гетто Передавали за колючую проволоку продукты, одежду и медикаменты, которые доставала Варвара Немцы пускали ее в лагерь, где она оказывала медицинскую помощь раненым и больным Организовывала встречи подпольщиков Кроме того, группа занималась подрывной деятельностью А Николай Волков готовил базу для создания партизанского отряда Уже в городе оставаться было опасно Много людей уже арестовали Был дан приказ уйти из города И папа сумел всю группу проводить в лес из города И уже должны были Он и трое товарищей собрались к нам Должны были уже тоже покинуть города Пока все время разговаривали Не успели Ворвались фашисты У нас жила еще няня Помощница ее Шура ее звали Она сказала Шура Меренилицей Обняла Пцеловала И у меня И все Больше Я их и не видела А Шура ходила В тюрьму Носила передачи И вот рассказывают Их очень жестоко пытали Мучили Иголки вставляли Папа кричал страшным голосом Страшные мучения Испытал И мама тоже пытали Ну а потом Ей сказали Все Больше не ходи И к всему не расстреляют Николая Волкова С женой и четырьмя товарищами Расстреляли в феврале 1942 Нину и ее братишку Георгия Спрятали в польском детском доме Оставаться на прежнем месте Им было опасно Очень трудно Не хватало еды Не хватало Одежды Обуви Конечно мы не учились Книжки все У нас не сложили Немцы приходили Проверяли в детском доме Польские ребята Плохо с нами обращались А русских-то было немного Наверное человек 10 А остальные польские ребята Плохо они к нам относились Обижали нас конечно Не придут в Красную армию Не придет Нечего надеяться А мы все-таки ждали Ждали и надеялись Немцы хотели нас вывезти В Германию Но не успели Не сумели И они двор заминировали Поэтому нам солдаты велели сидеть В бомбоумержище Но до тех пор Пока не разминируют Пока не найдут порядок Потом нам разрешили мыть Мы вышли Ну и конечно Жизнь изменилась Нам обеспечили И одежду И омоп К нам бойцы приходили Всего привозили нам И одежду И омоп И я стала ходить в школу Учиться мы стали Инфомены К нам в детдом Пришли солдаты Концент большой был Торжественный вечер делали Мы пели Плясали Очень вот Праздник был замечательный Чудесный праздник Вот А потом Стали приезжать Родители Родственники Ребят забирают Из детского сона Из детского дома И мы О, кошка Только сидели Глядили Ой, вот за нами Вот за нами Приедут Ну вот Потом Приехала Ольга Сестра мамина И нас умерла Миллионы советских ребят Война лишила родителей Как Нину Караганову И ее брата Георгия Волкова У сотен тысяч детей И она отняла жизнь Как у тех, кто погиб Под бомбежками и обстрелами Был замучен В концлагерях Умер от голода Поэтому Каждая спасенная Детская жизнь Так дорога и памятна Множество военных историй Со счастливым концом Можно узнать Совершенно неожиданно Одну из таких историй Глава Чебоксар Евгений Кадышев Услышал Будучи аспирантом Ленинградского института Первое мое общение С коллегами по кафедре Куда я попал После приезда из Чебоксар Началось с того Что Один из работников Кафедры Игорь Валентинович Обратился ко мне На чувашском языке Представляете В чужом городе Я приехал И вдруг Со мной говорят На родном языке Я говорю Не понимаю Я подумал Что это мой земляк Говорит нет Сказал Что они Во время войны С его дедом Были в эвакуации В Чебоксарах И потом были в Цивильске Где-то Под Цивильском Жили И говорил Что его дед Работал здесь Врачом И пытался Здесь С теми Кто жил в этой деревне Как-то Ну вот он Просто оказывал Он был на пенсии И просто Стал заниматься Врачеванием Своих соседей И всех окрестных деревень Это было приятно Очень услышать Что так он Не просто сидел Здесь в эвакуации Затем Случай Который Произошел Уже более Такой Можно сказать Курьезный Когда Я пришел К нашему Известному Ученому Александру Ивановичу Субета По Научной работе Надо было Подойти к нему И получить Какой-то отзыв В заключение Было принято Тогда Работать дома Он меня принял У себя В квартире И С первых С порога Стал говорить Со мной По-чувашски У меня тоже Было крайнее удивление И он говорит Отвечать мне Ему было нечем Я С трудом Говорю На родном языке Поэтому он Говорит А ты вообще Из Чувашии? Я говорю Да-да Я из Чувашии И конечно Александр Иванович Конечно Это я Как раз Из Чебоксар Он Рассказал Что Жил в эвакуации В Ишаках Его мама Учительница Работала Где-то В соседнем селе Рано утром Уходила И приходила Поздно вечером И Сам Александр Иванович До какого-то возраста Я не помню Годов до пяти Наверное До шести Не говорил Вообще на русском языке Говорил Чисто на Чувашском И с благодарностью Говорил о своих соседях Говорил о тех друзьях Которые были вместе с ним О тех ребятах Которые вместе с ним Также испытывали чувство голода Пытались как-то Скрасить свое время Были очень хорошие соседи Которые Никогда не ругали Ну Так сказать Вот этих вот Малышей Мальчиков За их проделки И всегда старались Чем-то угостить Хоть чем В годы Великой Отечественной Чувашия была тем самым Крепким телом Без которого Невозможно выиграть Ни одну войну Всего республика Приняла свыше 70 тысяч человек Эвакуированных Из прифронтовой полосы Блокадного Ленинграда И каждый третий Из них был ребенком Помимо специально Открытых детских домов Детей разбирали по семьям Одним из первых Удочерил девочку Первый секретарь Обкома партии Иван Чариков Следом за ним Другие руководители Республики Ну и простые горожане И жители села Также щедро делились С обездоленными детьми Кровом Едой И любовью И эти дети Не только сохранили На всю жизнь Благодарность своим спасителям Но и смогли Передать ее потомкам Когда я уже приехал Из Чувашского университета В институт Полимера Тольятти Имени Полимера Тольятти Это финансо-экономический институт Тогда как раз В начале 90-х Началась у нас Здесь реорганизация Не только Экономического Политического строя Но и началась Естественная реорганизация Всех наших учебных процессов Необходимо было Как-то По-новому Сформировать учебный план Методические указания Какие-то новые Получить И вот Так как я только что Из Ленинграда Меня наша кафедра Командировала Для того Чтобы В этот инженерно-экономический институт У них поучиться Приобрести Какие-то необходимые знания И получить Необходимую Методическую литературу В принципе В нашей среде Эта литература Распространялась Так На таких Добрых основаниях И вот Я где-то В 94-м году Приехал в институт Инженерно-экономический институт И нашел Эту лабораторию Которая разрабатывала Новые Учебные планы То есть Вот эти новые Рыночные предметы Там мне сказали Что сейчас у нас Рынок И у нас присутствуют Должны быть только договорные отношения Между нашими вузами Естественно Я к этому был не готов Договора у меня не было Наличных денег Заплатить за все книжки У меня тоже не было И одна из женщин Которая там Вот такая вот Немолодая Уже Женщина сказала А вы из Чувашии? Я говорю Да А вы знаете Вы придите После 16 часов Я вам чем-нибудь помогу Ну Я был благодарен За появившуюся возможность Пришел после 16 часов 16.05 Где-то вот так Сидит эта женщина Немолодая женщина Вот та Которая меня пригласила Сидит вся в слезах На столе у нее стояли Две огромные Пачки Вот этой вот Методической литературы Которая мне была нужна И перевязаны Были так Шпагатом конкретно Она говорит Вы действительно из Чувашии? Я говорю Да Я не знаю Как ее зовут до сих пор Вы знаете Говорит Что мою маленькую маму Вывезли Практически умирающие Из Ленинграда И где-то опять Вот На дистанции между Шумерли и Цивильском Их разгрузили И соседи В деревню В которую она попала Те соседи Зная Что вот Такие прибыли Несчастные дети С не менее Несчастными родителями Пытались Говорит Ее спасти И носили Ей Теплое Коровье молоко То есть буквально Выходили Буквально Ее выходили Эту девочку Девочка выжила И девочка Вот Потом вот У этой девочки Появилась вот эта женщина Которая мне помогла Это лишь малая часть История о детях войны Но ведь в каждой семье Еще есть люди Которые могут рассказать Что было в те годы И как удалось Их пережить Пожалуйста Слушайте их И запоминайте Чтобы было что Передать своим детям Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова